Хорошо. Так, здравствуйте. Можно, конечно, попробовать. Здравствуйте, коллеги. Мы уже второй раз представляем доклад, посвященный open-source ресурсам на базе Alt и других Linux-подобных систем для геомониторинга, а также анализа пространственных рисков. Я сегодня смогла привезти только одного студента, в тот раз их было несколько больше, но они сейчас только просто приступили к проекту, но в постоянстве залог как раз-таки развития. Поэтому частично расскажу я, частично, естественно, Леонид Борисович Чашкин, наш студент. Что касается актуальности нашего проекта, тут есть два основных вектора, которые определяют параметры развития. Первое — это, как мы понимаем, важность анализа пространственных рисков, экологические проблемы, которые существуют, все больше возникающих катастроф, рисков и необходимости их предугадывания, прогнозирования, а также оперативного реагирования при усложнении, получается, горных разработок и горного производства. Второй аспект, который, кстати, не менее важный, это как раз-таки уход от зарубежных средств, в том числе open-source, к сожалению, и переход, соответственно, на отечественные платформы и программные обеспечения. Но при этом интеграция его также получается в open-source ресурсы. И, с одной стороны, при уходе интеграция именно и защита своих прав в независимых профессиональных средствах. Что касается целей нашего проекта, в прошлом году мы занялись моделями просто изначального построения, то есть установили модули GIS Lab, а также модули Python для непосредственной работы с ключевыми имеющимися пространственными данными, сбора motion ресурсов, построения простейших цифровых карт по карьерам и открытым данным по пакетам, которые непосредственно имелись в открытом доступе. Мы использовали только модули GIS Lab как основные, так как по этому open-source ресурсу, в частности по QGIS, проблем не было. В данном случае, в этом году, мы еще частично поставили задачи по уточнению построенных моделей, их практической применимости, а также поиску помимо QGIS, хотя там существует довольно-таки большой российский ресурс альтернативных программ для соответствующего развития. С российской стороны существуют программы GeoMix, существует программа Panorama, существует программа Axioma. Третья из них, они вообще-то являются, с одной стороны, проприоритарными, но, с другой стороны, имеют модули для учебно-образовательного использования и исследовательского использования в некоммерческих целях, которые можно назвать как сектор open-source. Во-вторых, они имеют свой доступ к картам, так как если Google Map у нас частично данные, получается, ограничены, то здесь можно переходить на определенный парсинг данных в рамках имеющихся условий. В прошлом году была тут выдвинута как раз важная гипотеза о том, что следует использовать именно нейросети. Но, развивая профессиональный подход, здесь мы пришли к выводу, что нейросеть здесь нецелесообразна, а целесообразен как раз-таки парсинг данных, потому что данных для обучения этой нейросети в каждом уникальном случае сейчас невозможно. И нам потребуется минимум лет пять, чтобы, скажем так, они накопились. Но важно развивать автоматизацию, соответственно, пакетное обеспечение и модули именно на базе, модули QGIS или, возможно, аксиомы, именно на базе имеющихся отечественных систем и, в частности, репозиторий. Передаю пока слово коллеге. Как уже сказала Екатерина Николаевна, мы выбрали для построения цифровых моделей свободную программу QGIS. Это кросс-соформенная стратегия для геоданнами. И я кратко расскажу, какие мы модули использовали для пропуска карт из различных источников. Это в том числе свободный угол стрит уже не является. Так, соответственно, мы использовали QGIS для загрузки карт из различных источников. Это в том числе OpenStreetMap свободные карты и в том числе другие карты. После этого, в системе Downloader, существует проект Shuttle Radar Topology Mission, который содержит данные о рельефе местности. И в QGIS уже предусмотрен модуль свободный, который позволяет загрузить эти данные и наложить их на карту. И после этого модуль QGIS 3GS преобразует эти данные в 3D-модель. И здесь, в частности, представлены рисунки, что мы сначала загружаем данные, потом раскрашиваем их в нужный градиент, чтобы отличать их по высоте. Строим синевой рельеф и в итоге получаем карту рельефа какого-то карьера или какой-то другой местности. И, как я уже сказал, модуль QGIS 3GS на один указ позволяет создать в итоге из этого такую красивую 3D-модель. Сейчас мы занимаемся рассмотрением других источников данных. Вот справа представлен пакет SRTM, который мы использовали до этого. Но там точность данных, если я не ошибаюсь, составляет от 30 до 100 метров. Мы хотели бы получить более точные данные, поэтому сейчас рассматриваем другие источники. QGIS не позволяет загрузить из других источников, поэтому в дальнейшем планируем написать модули для QGIS, которые будут загружать данные из других источников. И вот, в частности, сейчас рассматриваем источник AstroDem, который содержит данные 2013 года. В частности, у QGIS еще такая проблема, что там содержатся частенько данные пятилетней давности. А если мы берем именно экспедиционные данные, то есть начинаем работать не только с учебными, но и с профессиональными данными исследовательского характера по нашей стране, то нам часто требуется ретроспектива, начиная с 2005 года, особенно если это идет, например, какие-то данные о рисках, например, какие-то данные о серных выбросах в рамках карьеров и по каким-то катастрофам. Потому что для того, чтобы отследить биотические изменения, для того, чтобы отследить геологические изменения рельефа, а тем более еще если брать изменения окружающей среды в рамках, например, даже не только близлежащих пресноводных ресурсов, но еще и морских, нам нужна ретроспектива порядка 20 лет, использование, естественно, данных как зарубежных, так и отечественных, пусть в свободном доступе, к сожалению, доступ тут проблема не только в санкциях, но еще проблема секретности, потому что не все данные по объектам переданы непосредственно территориальному муниципалитету, и мы можем их, скажем так, в открытом доступе рассмотреть. Но, тем не менее, спустя 5 лет в рисковой зоне они передаются муниципалитетам, и мы, соответственно, можем их найти. Поэтому написание модулей для нас очень важно, и очень важна работа как раз как с российскими источниками, так и с QGIS. К сожалению, целиком GIS-лаборатории и модулей, которые работают так же качественно, как QGIS и обладают полной открытостью, нет. Axioma здесь наиболее, скажем так, приближенный ресурс, который благополучно также адаптирован под Alt. Здесь еще хочу отметить, что получается версия 10, нововышедшие уже модификации, 10-й версии от Bazalt, непосредственно уже содержат встроенные модули, во-первых, QGIS, которые не требуется устанавливать дополнительно, так же, как и последние модули Python. Плюс ко всему на них довольно-таки удобно становится Axioma, поэтому есть возможность сравнивания и возможно написание модуля связки. Но для начала мы хотим сравнить с имеющимися ресурсами. Мы сейчас вышли в том числе на профессиональные организации, которые ведут экспедиционные исследования в тех зонах, которые мы анализируем. И мы хотим разработать как раз-таки алгоритм и модуль, который будет совпадать по факту с теми данными, вернее, нести полезность, которые непосредственно получены в ходе экспедиции, имеют, соответственно, ценность именно для геоэкологов, а не только, скажем так, чисто учебная модель с определенной точностью. Потому что тут важна не только точность, но важна еще цветовая гамма, которая отображает, получается, модификацию объектов. Получается важно состояние близлежащих территорий, в том числе анализ инфраструктуры и ее изменений, которым не так много, к сожалению, занимаются. Это текущие задачи проекта, которые у нас непосредственно поставлены на ближайший год. Мы, соответственно, с ним работаем. Ну и, надеюсь, на последующих конференциях также представим результаты, которые были получены нашими студентами и которые имеют определенную важность и полезность для дальнейшего. В принципе, важность непосредственно, границ карьера для определенных зон отображены на слайде. И частично то, над чем мы работаем, к мае и июню будем иметь, в общем-то, результаты. У меня с моей стороны все, коллеги, я так понимаю, тоже. Поэтому будем рады ответить на ваши вопросы с удовольствием. Спасибо за такое представление. Вопросы. Спасибо. Как я понял, вам крайне важны данные по высотам. Откуда они у вас берутся? Данных по высотам нам удается найти частично по спутниковым данным США. Мы нашли все где-то до 2015 года. Дальше несколько проблематично. Частично с облетов дронов, то, что экспедиционные данные, но это как раз-таки не открытые источники. По открытым источникам данные по высотам мы нашли только в некоторых пакетах, соответственно, на Google Maps США. Проблема в том, что спутниковые данные по высотам делаются радиолокационным методом, но локатор 300 метров. Но там не 300 по точности. Мы смотрели погрешность. Там где-то 50 метров получалась погрешность у нас именно по нашим объектам. А так, да, велика погрешность. И нам действительно тут нужно данные, полученные все-таки не со спутников. Я тут согласна с дронов. Но тут как раз к экспедиционным данным мы относимся. А так, карта высот — это наиболее сложная вещь. Но мы смотрим не только высоты, мы еще, как я уже сказала, смотрим биотическую зону. По поводу карт высот, да, это проблемная зона, в общем-то, которую мы как раз-таки обсуждаем. Потому что мы в том году поставили себе именно как задачу карта высот. Но там не то, что о нейросеятельности речи не идет, а по нашим объектам мы можем найти только по спутникам или облеты дрона по, соответственно, исключительно точечные. А у нас большинство объектов даже закрыты. То есть, да, понятно, что у нас вольский карьер, по которому мой коллега как раз-таки строил цифровую модель, там висит веб-камера, со всех сторон все видно. Но он с точки зрения учебной модели представляет ценность. С точки зрения георисков, в общем-то, песчаный карьер мало представляет ценности. Риски, к сожалению, как раз-таки при добыче сложных руд, соответственно, при добыче, при масштабе, соответственно, зоны. Плюс ко всему у нас самая рисковая зона — это как раз-таки западная и центральная Сибирь, если уж на то пошло, даже тот же Капдорский кокон меньше. Ой, а там и с OpenStreetMap все очень плохо. С OpenStreetMap плохо по инфраструктуре, как естественно. Поэтому мы подняли вопрос, что важно исследовать инфраструктуру. Но сейчас муниципалитетам были переданы данные, то есть когда данные по окружению, они открыты. Поэтому там не только OpenStreetMap, можно модули на самом деле найти, частично посмотреть. По OpenStreetMap можно изменение границ объектов и площади найти. То есть, например, вот даже случилась авария, изменилась ли там инфраструктура населенного пункта. То есть, получается, иногда можно отследить, что населенный пункт за 10 лет сократился в два раза, грубо говоря. Это то, что мы находили по OpenStreetMap. А так, спасибо, вы подняли проблему, что действительно по поводу карт сильно ограничено. Поэтому парсинг эти данные. У нас там еще вопрос секретности на самом деле очень силен. По зоне разработки, да. По зоне близлежащей территории относительно сейчас пытаются от этого, в общем-то, уходить. Надо отдать должное, передают данные. А так вопрос секретности, увы, не только у нас. Так, еще вопросы будут к докладчикам? Есть. Ближе от камеры. Так, добрый день, здравствуйте, спасибо за доклад. Значит, Пермский политех. Вот, в принципе, я вот слушаю доклад и тоже вижу, наверное, какую-то практическую применимость, например, для своего вуза. Есть ли у вас какие-то методические пособия по развертыванию системы, чтобы в другом вузе воспроизвести, и там активная группа, например, активный преподаватель пошли вашим путем, но уже там по своим объектам или для других целей, но опять-таки… Я понимаю. Да, у нас как раз есть такая цель, причем у нас, почему проекты изначально студенческие, мы стараемся еще выявить интересы непосредственно ребят, то есть чтобы им хотелось в рамках инженерных целей изучать, какие смежные есть вопросы, потому что если в чистом виде сотрудничают, когда только преподаватели с ними, понятно, что этих вопросов именно в учебных не возникает. Мы хотим как раз-таки развернуть, либо это получается на фоне веб-ресурса, либо базы данных, чтобы это стал учебный продукт, соответственно, для других университетов. Но для этого нам потребуется, так как проектом мы занимаемся сейчас только полтора года, тут нужно где-то 2-3 года работы, чтобы сделать действительно качественный продукт. Вообще привлечение в проект, то есть на грани разработки, что может быть как раз-таки с обратной связью и более ценой. У нас существует проектный офис, имеем не вовше, там эти все проекты отмечены, в том числе я к вам могу потом также подойти, если что оставить визитку. Поэтому у нас по ходу можно связаться, также участвовать. То есть если участвовать на уровне конечного продукта, мы, соответственно, этим займемся, также передаем. Если на уровне разработки, взаимодействия, скажем так, взаимообмена данными и опытом, что может быть даже ценнее, на мой взгляд, то у нас, в общем-то, все проекты выложены, контакты, связи также мы с вами обязательно, потому что это важную проблему подняли, интеграция здесь максимально важна, и не только на научном уровне, но и на студенческом, и образовательном среде преподавателей. Так, еще вопросы? Сереж. У меня вопрос по поводу направления развития. Вот вы озвучили, когда был первый вопрос, что есть проблемы с секретностью. Так как проект, в принципе, делает достаточно локальную вещь, нам же не нужно всю планету покрыть рельефом, такую модель построить. Чаще всего это предполагается какой-то исследованием какой-то конкретной местности, правильно? Так может быть тогда запустить проект исследования, как можно сделать какой-нибудь дрон или что-то еще, по исследованию конкретной местности с большой точностью и построением, то есть этот проект запустить вам параллельно. У нас запущен проект, мой коллега Глеб Некрасов занимается подземными дронами для, скажем так, изучения хвостохранилища рядом, и хочет это тоже на базальте сделать. Но они сейчас в самом начале пути, почему он не подал доклад, и ему, в общем-то, сейчас довольно-таки сложно привести хоть какие-то минимальные результаты, которые были сделаны. Следующий конференцией он хочет, потому что он взял ту же территорию. Смотрите, во-первых, тут важно все-таки как раз расширять зону покрытия, и для определения точности именно алгоритма автоматизации, то есть если рассматривать с точки зрения автоматизации, важно действительно это работать только по одной территории, или это работает все-таки по нескольким территориям определить. Понятно, что зону покрытия целиком, даже региона, сделать довольно тяжело, но сделать алгоритм, который работает по нескольким точкам, если посмотреть даже, например, ГИСЛАП и прочее, это как раз-таки важно, чтобы проверить его точность, применимость и вообще комплексность использования, самое важное. Поэтому параллельные технические проекты, правильно, у нас есть проект по электронике, как я уже сказала, в частности хотят, чтобы, например, наши исследования, которые идут по внешней среде, насколько они соотносятся по загазованности в частности и по изменению не только почвы внутреннего покрова в хвостохранилище, тем более хвостохранилище принадлежит городу, там возможен запуск, это не настолько секретно, допустим. Поэтому это был бы очень интересный проект, если он будет реализован. Над ним сейчас работает, получается, 4 студента, и они, говорю, также хотят управление дроном сделать на платформе, соответственно, Simply Linux. Поэтому посмотрим, насколько это получится, и они, соответственно, своей стороны представят. Поэтому вы верно отметили еще одну тенденцию. Да, да, да. Расширение можно делать экстраполяцией. Вы локально нашли вот эти вот, экстраполировали на всю остальную область. Экстраполяция, мы перейдем. Потом в рамках дискуссии. У нас сейчас как раз кофебрик, раз такой заинтересованной сессии уже пошел, обмен мнениями такими, да, вот как раз можно туда переместиться за чашкой кофе, чая как раз обсудить. Коллеги, на кофебрик приглашаем через 20 минут. Продолжение следует.